всем привет сегодня поговорим об обновлении мин 17.1 до 17.2 и об обновлении ядра 3.13 до 3.16 но перед этим я бы хотел вот вам вот такую вот штучку показать смотрите значит если правой кнопкой мышки кликнуть из этих параметра то вот вы увидите что здесь значит включить обновление я вот всегда здесь вот поставляю так показывать значок системы лотке только при наличии обновлений или ошибок раз уровне значит у меня отмечены уровни я вот так вот убираю то есть я допуская только проверенные одобренные рекомендованные и так далее а те которые не проверены но считается безопасными но отпускают другие и проверяют теперь авто обновление каждые полчаса мы что каждые полчаса вы будете бегать на нажимать на эту кнопочку и вместо на решение своих задач компьютерных вы будете становиться рабом машины и кликать нафиг убираем и смело выставляем где-то там одну две недели вот и нечего вам это самые глаза назолить все этой фигней потому что это будет большая потеря время времени а так собрались время есть раз в неделю там или раз в две недели посмотрели что там нужно обновить и ради бога обновляетесь ну я вот тут у меня тут есть значит списки значит обновлений которые просто игнорировать ну и значки ну в принципе меня значит вот все это дело устраивает и я нажимаю на кнопочку применить вот видите этот надоедливый значочек значит просто напросто взял и исчез как говорится из моего поля зрения поверьте мне что кто там там сидел такой очень умный и решил каждый день у вас воровать там по пять по десять минут чтобы все эти там обновление делали и заставляет делать эту monkey job обезьянью работу я не знаю в нормальном компьютере мы каким является минцинамон обновиться достаточно там одного-двух раз в месяц и только если вы зайдете на сайт и посмотрите что там поменялось у них там ядро значит или появилась уже новая сборка не бета-версия а именно новая ну тогда обновите себе ядро через программу system bug в моих роликах значит в следующей части ночного видео вы это увидите вот и все то есть не заморачивайтесь не тратите свое время на вот это вот кликанье и постоянное там обновление обновление и обновление я знаю людей которые даже до сих пор сидят на windows xp уже сколько лет прошло не обновляется ничего и чувствует себя прекрасно поэтому если у вас система работает нормально и вас это устраивает вы можете вообще взять и отключить все обновления ну ладно это скажем так небольшой пролог теперь значит самый оптимальный вариант значит я сказал чисто практически что значит посмотрите в первой части значит ролика как обновить сборку 17.1 до 17.2 во второй части ролика посмотрите как обновить ядро с 3.13 до 3.16 вот и все и и больше не заморачивайтесь единственное что у некоторых значит у меня тут были по предыдущим роликам вопросы значит были значит вопросы по поводу того что у них вот не у всех скажем так хорошо работала программа систем баг вот файлик от скачаете у меня тут вот специально значит выделено вот так вот для людей которые хотят себе переустановить программу систем баг чтобы удостовериться что все будет нормально работать вот здесь вот в видеороликах значит в разделе программы найдете вот эту вот информацию ее же я поместил и в команды вот в установка программ систем баг и вот то же самое я поместил сюда то есть или там или там вы все это дело найдете значит но я сегодня расскажу о новой версии минта 17.2 у нас сделано и для ценамона и для мейта ну честно говоря изменения сами по себе небольшие но тем не менее те кто желает обновиться могут это сделать то есть у кого стоит на минт 17.1 на те могут это сделать или значит вот через диспетчер обновлений или значит вот сейчас я открою систем баг или могут это сделать вот систем апгрейд через эту кнопочку значит перед тем как что-либо делать я сначала посмотрю что у меня есть более или менее ценного на минте и скинул все это дело на промежуточный диск в свою кладовочку он у меня отформатирован в нтфс поэтому сюда можно скидывать все из винды и с линукса ну поскольку и так значит вот как всегда запомните перед всякими там обновлениями которые вы там прочитали и вы загорелись вот сделать могут потому что ну как же ну новый ну 17.2 они 17.1 вот пожалуйста значит пишем 17.4241 это время и создадим точку отката итак точка отката почти что сделано сейчас на немножечко обновиться 17.1 то есть 10 минут заняло у нас создание точки отката и теперь создадим живой образ системы значит это у нас будет 17.52 вот пускай создает итак у нас это заняло времени так 17.59 ну 7 минут то есть для того чтобы закрыть свои слабые места нам потребовалось всего лишь 17 минут что теперь будем делать это я рассказываю для тех кто решил обновить свой линукс минт 17.1 до линукс минт 17.2 вот мы везде сделали откатные копии теперь смотрите значит я пойду вот сюда зайду в home вот теперь смотрите у нас создан образ изо 2.7 гигабайта ну я его скопирую какая разница скопирую к себе вкладовочку то есть даже если что-то случится с разделом этого жесткого диска и линукс 17.2 у меня не встанет и вообще весь раздел заткнется я смогу с флешки восстановиться на этот раздел жесткого диска в первозданном как говорится состоянии в котором оставил его на скажем так на последний момент когда все творится работало и крутилась потому что каждая там новая сборка каждая новая версия как-то мы не рекламируют навсегда внесет в себе источник всяких там глюков поэтому здесь мы просто грубо говоря закрываем себя или скажем так защищаем себя ну и так копирование закончено теперь можно приступать к обновлению минт 17.1 до минт 17.2 потому что я теперь твердо знаю что чтобы не случилось я всегда смогу восстановиться до своей старой версии ну что ж глянем что предлагает официальный минт ну что ж начнем устанавливать смотрим вот здесь вот где написано версия линукс минт 17.1 поглядим что будет изменяться ну вот предложено вот такие вот обновления ну попробуем ну как видим обновилась все но вот здесь вот строчка у нас осталось все тоже ну а здесь мы встречаем обновить до линукс минт 17.2 нажимаем нажимаем продолжить предлагает прочесть документацию я ее читать не буду вот здесь предлагается такая фраза я понимаю риск применить понимаем риск и вводим пароль ну а теперь ждем ну получаем вот такое сообщение ждем дальше итак получаем такое вот сообщение операционная система успешно обновлена пожалуйста перезагрузитесь чтобы изменения вступили в силу ну что мы сейчас и сделаем пока заметим что вот здесь вот у нас написано линукс минт 17.1 итак перезагружаемся итак обновление сделано вот здесь вот на экранчике видите линукс минт 17.2 ну теперь остается загрузить здесь все последние обновления так ну установим их ну вот получаем вот такой вот экранчик значок щита становится зеленой галочкой что все обновлено так что теперь имеем линукс минт 17.2 но в запасе у нас сидит 17.1 на всякий пожарный ну разберемся теперь что же там суть протокола они обещают в обновлениях обновления будут до 2017 значит линукс минт 17.2 будет до 2019 года и будет получать регулярные обновления итак вот одной из важных особенностей появилась новая команда ctrl-alt-esc если раньше было ctrl-alt и backspace и замерзший компьютер вроде бы как полностью перезагружался то здесь ctrl-alt-esc вот посмотрите что делает ctrl-alt-esc он просто перезагружает минт на исходное состояние допустим если экран там забирали еще что то вот но возвращает это все дело в рабочее состояние поэтому вот такую вот полезняшечку значит запомните для себя эта команда действительно комбинация клавиш действительно нужная что еще улучшено улучшена поддержка дополнительных мониторов далее хранитель экрана значит стал лучше теперь значит он не просто там регулируется а регулируется и играет анимацию дальше инструменты панелей ну вот пишется что панельки теперь могут быть добавлены удалены сконфигурированы значит индивидуально улучшилась менюшка менеджера файлов вот идете в настройки здесь покопаете здесь все подробненько написано на русском языке отмечаете галочкой что вам надо что вам не надо снимаете галочку все будет нормально а на еще одно полезное улучшение было добавлено для терминала вот например вы установили приложение на к примеру вайн и хотите узнать все ли в порядке И вот есть такая вот команда Рекомендации по Приложению Vine Вставляете вот сюда вот эту команду apt-recommends-vine Нажимаете Enter И получаете Что Вот эти вот Пакеты рекомендуется Установить И сразу дается вот Команда То есть вы ее берете Копируете Вставляете вот сюда Вводите пароль пользователя И пошла установка В необходимых пакетах Которые система Посчитала пропущенными Для Vine Вот теперь они уже как говорится Установлены То есть вот Вот эта вот команда Значит весьма И весьма Скажем так Нужная вещь Улучшилась Также Система выбора Фона рабочего стола Вот фон рабочего стола И вот мы здесь значит видим Все разбито по темам Пожалуйста Значит можно выбрать любой Бэкграунд Который там допустим нравится Пожалуйста Пожалуйста Выбирайте львой Нажали он тут же меняется Вот так вот Ребекка Вот Рафаэла Новенькая На которую На которую Вроде бы так Перешли мы Вот так вот Выглядит все это дело Довольно таки симпатичные Фоны для рабочего стола И плюс значит я сюда Добавил папочку Своих Которые у меня качаются При помощи программы Варете И которые мне Собственно говоря Очень нравятся Ну Любой вам Смотрите какие есть Тут они Ладно Что еще новенького LibreOffice был обновлен До версии 4.43 Так что пожалуйста Значит вот здесь Вот уже У вас будет Новая версия Также пишется Вот такая вот Интересная информация Что Программы для записи Образов На флешку Теперь признает Гораздо Большее Число Типов Этих разных Флешек Ну И так же Значит там Они изменили Тоже там сделали Всякие улучшения И сделали Флаги Загрузки И Короче Программы для Записи На флешку Стали Гораздо Гораздо Лучше Ну Значит Основными Компонентами Значит Является Вот Линукс Ядро 3.15 И Убон 14.04 Дальше Значит Какая Стратегия Вот Написано Черным По белому Линукс Мин 17.2 Будет Получать Обновление До 2019 Года До 2016 Года Различные Версии Линукс Минта Будут Использовать Тот же Самый Пакет Линукс Минт 17.2 То есть Практически Особых Изменений Пакетов До 2016 Года Не Будет До 2016 Года Команда Развития Не Будет Работать Над Новым Там Ядром Там Или Чего-то А Сфокусируется Только Вот На Улучшениях Вот Данного Значит Ядра Там Или Данной Сборки Линукс Минт 17.2 То есть Основные Изменения По сравнению 17.1 Есть И Действительно Значит Вот И команда Вот Это Вот Хорошая Ctrl Alt Escape И Хорошая Значит Команда Для Терминала Где Значит Можно Значит Дополнить Необходимые Обновления Для Любого Пакета То есть В принципе Штука Это Хорошая Ну и Собственно Говоря Время Там Много Не Заняло И Прошло Все Без Сучка И Без Задоринка Причем Без Задоринки Причем Они Они Пишут Что После Первой Перезагрузки Вот Вторая И Последующие Перезагрузки Будут Происходить Гораздо Быстрее То есть Время Загрузки Самой Системы Будет Значительно Укорочено Там За счет Специальных Там Ускорителей Или еще Чего-то Ну Это Легко Проверяется Еще Такой Вещички Была Видна Системная Информация Вот Посмотрите У меня Ядро Значит Минт Сам Обновился До 17.2 А Ядро У меня Остается 3.13.037 Хотя Вот Здесь Говорится Что Ядро Значит Должно Быть По идее 3.16 Значит Основанное На Пакетах Ubuntu 14.04 Так вот Попробуем Обновить Ядро Через System Back Вот Здесь Есть Кнопочка Называется Обновление Системы Значит 7 Тире Ну Напишу 23 И Нажму На Кнопочку Обновить Вот Пока Там Она Будет Обновлять Значит Я Еще Парочку Слов Сделаю Тире Такого Плана Значит Практически Под Любым Моим Видеороликом Имеется Значит Вот Ссылочка На Мой Блог И на Мою Кладовочку С Кладовочки Можете Скачать Там Необходимые Программы Файлик Команды И Видео В формате Cherry3 Нажмете На Мой Блог Попадете Вот Сюда Здесь Также Можно Скачать Вот Файлик Команды И Видео Ну Вот На Моем Блоге Значит Также Имеется Ссылочка На Файли Команды Видео Нажимаете На Него И Нажимаете На Скачать Он Вас Спросит Куда Ну Куда Ну В загрузке В загрузке Нажмете Сохранить И Файлик У Вас Будет Скачиваться Вот Практически И Все Значит Чем Именно Так Хорош Этот Файлик Хорош Он Тем Что В нем У меня Все Значит Распределено По Группам И Вот Допустим Если Вам Интересует Какая То Операционная Система То Все Ролики Которые Я Делал Можно Посмотреть По Операционным Системам Вот Тот Мин Цинамон Я Значит Сделал Вот Видео По Нему Уже По Новой Сборке 17.2 И Назвал Ролик Как Обновиться И Что Нового Ну Вот Сейчас Еще Включу Название Значит Как Обновить Дро Если Получится Ну Практически Здесь Все Самое Необходимое А здесь Конкретно По Программам То Есть Любую Программу Вы Берете Смотрите По ней Видео Урок По Большинству Из Них Имеется Сведение По Установке Так Вот Здесь Имеется Команда Терминала Здесь Чистые Команды По Установке Программ И Вот Я Сюда Завел Значит Вот Эту Хорошую Командочку Которая Значит Вместо Вайн Вставляете Любую Вашу Программу И Она Выдаёт Рекомендации Значит Надо Что-нибудь Там До Установить Или Нет Копируете Эту Команду Вставляете В терминал Нажимаете Enter И Будет Вам Как говорится Счастье Вот Практически Вот Таким Вот Образом Поэтому Файлик Черед 3 Он Крайне Важен Я Его Периодически Там Обновляю И Вам Рекомендую Им Пользоваться Почему Потому Что У вас Будет Компактная Библиотека Всего Самого Необходимого Не Надо Там Будет Где-то Чего-то Там Искать Интересует Что-то Вот Пошли Пожалуйста По Минту По Линукслайду По Убунту По PC Линукс По Манжаро По Федоре Даже Немножечко Там Я Сделал Видеоролик Один Есть По Мону По Винде И Сделал Также Еще По Программам По Самым Различным В основном Для Линукса Но И Не Забыл И Про Винду Вот Таким Вот Образом Файлик Этот Очень Маленький Он Занимает Размер Там 12-15 Мегабайт Причем Значит Поскольку Программа Cherry3 Она Работает Как на Винде Так и на Линуксе Всегда Значит Можете Скачать К себе Эту Программу Пробежать Вот Сюда Вот Вниз Значит Вот Хороший Дебяновский Файлик Для Линукс Минта А вот Для Винды И В любой Операционной Системе Этот Файлик Вы Всегда Сможете Как говорится Просмотреть И С ним Работать Вещь Хорошая Так Что Рекомендуем Итак Что У нас Тут Идет Ну Тут Понятно Что Идет А тут Понятно Что Обновление Будет Идти Долго Ну Ладно Я Пока Прервусь Когда Закончится Посмотрим Ну Вроде Б Система Обновилась Посмотрим Перезагрузимся Поменяется Ли Ядрышко Пока Еще Остается 3.13 Время У нас Это Заняло 20 Минут Начали В 7.23 Сейчас 7.43 Итак Я Просто Перезагружусь И Там Посмотрим Дальше Итак Мы Видим Что Ядро У нас Обновилось С 3.13 До 3.16 Ну Я Перезагрузился Загрузка Действительно Прошла Несколько Быстрее Ну А так Практически Теперь Я считаю Что Обновление Произведено Полностью И Сделано Но Как говорится У нас Нормально Продолжение следует